Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей. Сегодня я и Сергей Анатольевич проведем для вас вначале азбуку SkyWay. Это начальный вебинар, только погружение в SkyWay, в проект этого века, я считаю. И далее уже будет... Опять у нас проблемы с комнатой. Коллеги, напишите, пожалуйста, снова смешение всех роликов. Или слышно меня нормально от 1 до 10? Хорошо, благодарю. Тогда, дорогие друзья, те, у кого каша, ну, большинство хорошо все слышно, перезайдите, либо перезагрузите компьютер и зайдите в другой браузер, потому что, возможно, из-за этого возникает конфликт с комнатой Мирополис. Ну, в любом случае, мы начинаем вебинар. И это азбука SkyWay, это начальный вебинар, дорогие друзья, для тех людей, кто только присоединяется к проекту SkyWay. Поэтому, по традиции, давайте, пожалуйста, пройдем опросник, который, раз вы присутствуете на вводном технико-экономическом вебинаре, то есть азбуке SkyWay, где разбираются буквально все буквы от А до самой крайней буквы алфавита. И каждая буква у нас что-то обозначает, то есть А это аэродинамика. И без этого вообще технология SkyWay не имеет смысла к обсуждению. И, собственно, этот вебинар направлен, дорогие друзья, для того, чтобы дать вам первичную информацию из тех людей, кто развивает проект как минимум более двух с половиной лет и как максимум больше 15 лет. То есть это я и Сергей Анатольевич Сибиряков. Эти вебинары, дорогие друзья, ориентированы именно на начальный этап погружения SkyWay. И слово «новички» даже мы сейчас не используем, потому что, ну, собственно, у нас не школа, у нас не какой-то университет, а именно серьезный проект. И, соответственно, те люди, кто только начинает свое развитие в проекте SkyWay, это не значит, что они новички. Потому что к нам присоединяются действительно профессионалы, действительно гиганты своих отраслей. Взять того же Рода Хука, это бывший директор транспортного департамента развития инфраструктуры Южной Австралии. И сегодня на расширенном вебинаре мы обязательно осветим новости, которые связаны с развитием проекта SkyWay на зеленом континенте. И я понимаю, что по традиции те люди, кто в первый раз присутствуют на вебинаре, не голосуют. И, собственно, это нормально, потому что кто-то не знает, как голосовать. Поэтому, дорогие друзья, мы перейдем непосредственно к вебинару. Сегодня вы узнаете краткую историю развития SkyWay. Почему проект пришел к народному финансированию, к схеме краудинвестинга. Какие у SkyWay ближайшие планы на будущее и многое-многое другое. Но самое главное, на мой взгляд, что технологию SkyWay действительно необходимо вложить в головы знания, понимания технологии SkyWay миллионам людей. Потому что 99% населения Земли услышат об этой технологии. Хотелось бы, чтобы эти люди услышали о ней как можно скорее, как можно раньше. И приняли участие в развитии, в столь глобальном, столь масштабном развитии проекта SkyWay. Потому что то, что мы с вами развиваем, это сформирует новую эпоху, новый технологический уклад. И если сегодня мы, собственно, уже приближаемся к изменениям правила даже закона Мура. Что такое закон Мура? То есть число транзисторов на микросхеме увеличивается каждые два года. И буквально дублируется. И к чему это привело, дорогие друзья? Я вот обязательно хотел бы вам показать два примера. То есть этими двумя примерами, двумя эпохами я пользуюсь. То есть один кнопочный телефон, второй смартфон. И кнопочный телефон не сравним абсолютно по производительности со смартфоном. Да и что говорить, собственно, на более старшую модель смартфона я поменял буквально несколько месяцев назад. Ранее у меня был смартфон, который когда-то заменял мой персональный компьютер. Но сейчас смартфоны заменяют 4-5 персональных компьютеров, которые были, собственно, 5-6 лет назад в распоряжении у людей. И это прогресс. Это именно технологический прогресс, дорогие друзья. Раймонд Курцвелл еще предсказывал. И я солидарен с ним, что мы обязательно придем к технологической сингулярности, к точке, когда развитие прогресса и, собственно, время соприкоснутся в одной точке. И буквально здесь и сейчас у нас будет сильно, масштабно и неимоверно быстро наращиваться обороты технологического прогресса. И, соответственно, такие понятия, как интернет вещей. То есть, чтобы было понятно, что такое интернет вещей, это глобальная сеть, которая соединяет все приборы и смарт-приборы, то есть умные приборы. И даже сейчас есть устройства, которые буквально тостер соединяют, стиральную машинку с управлением через смартфон, либо через какие-то пульты и так далее. И это говорит о том, что мир поменялся, дорогие друзья, действительно, до неузнаваемости по сравнению с тем, как жили наши бабушки, дедушки, как живем сегодня мы. Да что, собственно, сравнивать сейчас. Я не удивлюсь, когда буквально в саду, в детском ребенок начнет пользоваться смартфоном намного лучше или планшетом, чем это делает на сегодняшний день пожилой человек. Это дети нового технологического уклада. Но если, собственно, 5, 6, 10 лет назад можно было сказать, что смартфоны, интернет, телекоммуникации, различные устройства мобильной связи, различные мобильные приложения, социальные сети, которые мы с вами активно сейчас используем, как для общения, так и для бизнеса, как для работы, так и денежные переводы. Собственно, это все порождение 5 технологического уклада. И я задам вам простой вопрос, дорогие друзья. Это относится именно тем людям, кто в первый раз присутствует на нашем вебинаре. Хотели бы вы стать совладельцем той компании, которая обладала бы интеллектуальной собственностью вот этого 5 технологического уклада, которая запатентовала бы, соответственно, интернет, саму технологию интернет. И каждый оптоволоконный кабель, провод, который прокладывается сейчас в буквальном смысле фактически каждую минуту на земном шаре, прокладывается не одна сотня метров оптоволоконных кабелей. Хотели бы вы стать совладельцем этой мировой корпорации? На самом деле интернет никто не запатентовал. То есть это все произошло как стечение таких вот программных обстоятельств и исследования в стратегическом центре инициатив США, ДАРП, агентство стратегических инициатив, происходило сначала подконтрольно, потом сеть начала сама распространяться за пределы научно-исследовательской лаборатории и за пределы военных учреждений, опять же, лабораторий. Сегодня интернетом пользуются все. И так же, как денежные переводы, дорогие друзья, я могу совершить фактически по номеру телефона. Вдумайтесь в это. Если раньше нужно было задавать номер карточки и так далее, сейчас мне достаточно знать номер телефона, я могу отправить свои денежные средства через виртуальные средства связи и каналы, буквально с Челябинска даже в Австралию, да куда угодно. Но вопрос в скоростях, с которыми мы перемещаемся на сегодняшний день с вами, как именно обыватели, как пассажиры, и какими видами транспорта на сегодняшний день мы можем пользоваться, чтобы перемещаться безопасно, комфортно, быстро и на огромные расстояния, и действительно испытывая мгновенное перемещение. То есть садясь, допустим, поздней ночью, не отрываясь от реальности, с возможностью входа в интернет, с возможностью использования электричества, то есть подзарядки наших приборов, побриться кому-то там захочется в дороге. На сегодняшний день это невозможно, это невозможно делать в самолетах, это невозможно делать в поезде, то есть нужны специальные переходники и так далее. Про Wi-Fi, про интернет я вообще молчу, то есть у нас происходят перебои со связью. И, собственно, что говорить о том, что средняя скорость перемещения железнодорожного состава, по статистике именно общей мировой, это меньше 20 км в час двигается поезд. Это действительно очень такие существенные скорости. Естественно, мы можем перелететь на самолете с скоростями 800, 600, 800, даже больше 1000 км в час. Но мы же простаиваем в пробках, именно в пересадках в аэропортах и вынуждены ожидать следующий рейс. И, собственно, вот это время, которое мы экономим за счет скоростей, оно съедается при пересадках, при ожидании нашего рейса. И это касается не только рейса, дорогие друзья, это касается и ожидания банально на автобусной остановке, банально ожидания такси. Ну, сейчас средства связи значительно и мобильные приложения значительно, опять же, увеличили свой потенциал. И мы можем вызвать через приложение Uber, через приложение Яндекс.Такси, такси в удобное для нас время. И, соответственно, раньше об этом можно было и не мечтать, дорогие друзья. Опять же, насколько изменился мир, можно судить по фразе 96-й год. Никогда не садитесь с незнакомцами и вообще не знакомьтесь с незнакомыми людьми по интернету и не садитесь ни в коем случае к ним в машину. 2016-й год. Мы вызываем автомобиль незнакомца, чтобы сесть к ним в машину. Вдумайтесь, какой это парадокс и на самом деле абсолютно привычные вещи для нас сегодня. И я лично, дорогие друзья, хотел бы, чтобы абсолютно привычной вещью стало перемещение нашим друзьям, родственникам, бизнес-партнерам, тем людям, с которыми мы желаем пообщаться вживую на большие расстояния и без траты времени в пересадках в аэропортах, в железнодорожных вокзалах, в морских портах и так далее и тому подобное. Ну а если говорить про те убытки, которые несут мировые корпорации, которые пользуются грузоперевозками, перевозят как нефть, газ через, допустим, нефтепроводы, газопроводы, как перевозят штучные, сыпучие грузоматериалы, полезные, ископаемые. Опять же, это низкие скорости перемещения, потому что самолетами возить это нерентабельно, невыгодно и, по сути, нелогично и глупо, но, собственно, на поезде скорости перемещения значительно меньше, чем хотелось бы. И Анатолий Эдуардович, дорогие друзья, придумал концепцию струнного транспорта еще более 38 лет назад. И началось это далеко не со струнного транспорта, далеко не с легкой ажурной конструкции путевой структуры Skyway, а все началось с общепланетного транспортного средства, которое Анатолий Эдуардович придумал в конце 70-х годов. В 88-м году Анатолий Эдуардович, соответственно, обосновал и представил это на международной конференции по неракетной индустриализации космоса в Гомеле, Республика Беларусь, еще при Советском Союзе тогда. И мне хотелось бы, дорогие друзья, на каждом вебинаре, посвященном именно началу Skyway, погружения в проект, просто посмотрите ролик и вдумайтесь, что за технологию Анатолий Эдуардович представил еще более 38 лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok То есть кому-то, возможно, дорогие друзья, кажется что-то из грани научной фантастики, вообще какого-то далекого будущего, но Анатолий Эдуардович Юницкий представил, обосновал и есть монография, вы ее можете найти на сайте Анатолия Эдуардовича Юницкого, струнные системы на Земле и космосе, и, соответственно, это концепция общепланетного транспортного средства. Вы видели кольцо, которое расположено по всей длине экватора, и за счет действия специального механизма, специального сложного инженерного решения, соответственно, это кольцо поднимается, поднимается, расширяется и менее чем на полтора процента, дорогие друзья. Далее замирает за счет уравновешивания центра масс Земли, и эта концепция, ни много ни мало, дорогие друзья, выноса промышленности в открытый космос. Это Анатолий Эдуардович Юницкий представил в 88-м году, повторяюсь. Но, естественно, никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады, и тогда, дорогие друзья, еще не появился интернет. Что говорить про вынос промышленности в открытый космос? Причем, про вынос промышленности в открытый космос, про добычу с астероидов полезных, ископаемых и так далее, задумываются на сегодняшний день миллиардеры нашей сегодняшней эпохи. Один из них – это Джефф Безос, это президент и основатель корпорации Amazon.com. И, собственно, он прогнозирует, что через 100 лет это произойдет. Мы же говорим, что при удачном стечении обстоятельств, при тех темпах, которыми развивается на сегодняшний день проект Skyway, это возможно через 20 лет как минимум. И, собственно, можно также сократить этот срок, но также существует цикл технологий. И одна из точек таких вот очень важных развития цикла технологий Skyway был 2000 год, когда Александр Иванович Лебедь послушал пообъяснения и аргументы, просто железобетонные, я бы сказал, аргументы Сергея Анатольевича Сибирякова по поводу увеличения возможного потенциала и вообще в целом ВВП Российской Федерации за счет применения струнной технологии и за счет монетизации по ряду адресных проектов, которые может реализовать только Российская Федерация в более чем 3-4 раза менее чем за 5 лет. Естественно, этот потенциал по праву и по достоинству оценил Александр Иванович Лебедь, являясь очень серьезным и рассудительным, здравомыслящим руководителем, несмотря на то, что это был человек достаточно жесткий в военных правилах. Лебедь Александр Иванович твердо решил через несколько недель, после именно донесения концепции по развитию SkyWay на территории России Сергеем Анатольевичем, было организовано финансирование и первые финансовые транши за счет губернаторского фонда, то есть личного фонда Лебедя Александра Ивановича. Началось строительство в городе Озеры Московской области, дорогие друзья. Эти испытания происходили с 2001 по 2009 год, и очень много исследований, очень много действительно серьезных открытий было сделано по концепции технологии SkyWay. В 2009 даже презентовали на тот момент президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву на Госсовете России по инновациям в транспорте, но, к сожалению, в этом же году неизвестными лицами по неустановленным причинам испытательный стенд, а поэтому мы называем полигон, так как он был разрушен в городе Озеры, был полностью-полностью уничтожен и увезен действительно в неизвестном направлении. Это нужно было постараться, дорогие друзья, чтобы вот такой инженерный действительно памятник, инженерную веху, очень серьезное развитие SkyWay полностью разрушить и вывести в неизвестном направлении. Но все же это было сделано, и, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, дорогие друзья. Поэтому Анатолий Эдуардович на этом ни в коем случае не останавливался. Более того, после этого были проведены еще многие-многие переговоры, дорогие друзья, с послами, с олигархами, как российского, так и международного масштаба, но все заканчивалось одним и тем же. Эти люди желали обладать технологией фактически более чем на 80% и оставлять ни с чем буквально генерального директора, генерального конструктора ныне зао-струнные технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Анатолий Эдуардович, естественно, на это пойти ни в коем случае не мог, потому что эта технология действительно очень серьезно поменяет весь мир и, собственно, находиться она должна в правильных руках у основателя и изобретателя этой технологии. Потому что, помимо того, что в 2009 году было испытано второе поколение струнной технологии, то есть фактически путевая структура и ЗИЛ действительно взобрался, многотонный ЗИЛ по шаткой, валкой, казалось бы, конструкции, все выдержало, хлопали буквально стоя. Но тогда заказы не пошли, потому что, собственно, время еще не пришло и необходимо было также увеличить потенциал технологии и показать уже следующее поколение. На сегодняшний день мы с вами, дорогие друзья, разрабатываем уже четвертое поколение струнных технологий и оно развивается с помощью системы краудинвестинга. Этот рисковый, но очень важный шаг для всех нас и для развития корпорации в целом предпринял Анатолий Эдуардович Юницкий как одна из крайних попыток. И действительно, эта попытка была более чем судьбоносной и победоносной, я бы сказал. Потому что на сегодняшний день, дорогие друзья, мы финансируем, мы это более 350 тысяч людей по всему миру. Кто-то наблюдает, кто-то действительно каждый месяц инвестирует, инвестирующих каждый месяц более 70 тысяч людей по всему миру. Мы выводим на рынок городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт, который будет продемонстрирован по планам в 2017 году и легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт. Причем у легкого транспорта концепция появилась достаточно давно, но применение в развитии проекта нашла чуть более шести месяцев назад. Именно как опорная, начальная, самая менее дорогостоящая инфраструктура легкого прогулочного транспорта и как начало обсуждения с многими губернаторами, с многими чиновниками, с администрацией многих городов со всего мира. И, собственно, сегодня мы уже подошли к тому, что инициируются адресные проекты. Сегодня мы можем продекларировать, что уже до конца этого года начнется строительство по адресному проекту в Австралии. И уже сегодня мы можем говорить, что да, действительно, Skyway будет развиваться намного быстрее, чем это делал интернет. И мы будем перемещаться дешево, комфортно и безопасно. Путевая структура будет абсолютно долговечной. Чего не скажешь по, допустим, используемым в Российской Федерации обычным автомобильным дорогам, которые ремонтируют с успехом огромным фактически каждый сезон. То есть даже изобретатели, томский инженер, в недавнем времени, меня очень порадовала статья, проехавшись на трассе между двумя городами, именно российскими городами, у томского изобретателя, молодого томского инженера возникла мысль создать робота, который будет заделывать ямы лучше, чем это делают дорожные работники. И, собственно, до такого действительно доходят изобретения. И это действительно необходимость при использовании, дорогие друзья, при использовании современных, сегодняшних четырех видов транспорта. Собственно, мы нуждаемся на сегодняшний день в пятом виде транспорта. На наш взгляд, это вынос транспорта на второй уровень. И только за счет выносу транспорта на второй уровень значительно будет увеличена аэродинамика, улучшена аэродинамика. И, собственно, это действительно сравнимо даже со спортивным самолетом. И что уж говорить о современных спортивных болидах, как Бугатти Верон, как Ламборгини, Диабло, как различные вот Астон, Мартин, Феррари и так далее. Различные красивые автомобили скоростные, которые мы привыкли наблюдать в нашей жизни в кинофильмах и так далее. Но на самом деле даже беспилотные автомобили, которыми сейчас пестрят все заголовки мировых СМИ, что беспилотные автомобили сотворят революцию, необходимо выносить транспорт, дорогие друзья, на второй уровень. Это позволит экономить топливо, потому что вынос транспорта на 5, 10, 15 метров над землей сразу, буквально моментально увеличивает, улучшает показатели аэродинамики, соответственно, значительно уменьшает потребление топлива, как при эксплуатации, так и материалов при строительстве. То есть, если переводить на цифры, то это примерно 20 киловатт 50-местный подвижной состав. И, собственно, это 2-3 литра на 100 километров, опять же, сравнивая, допустим, с Икарусом, да что говорить, сравнивая с обычным легковым автомобилем, это абсолютно недостижимо на сегодняшний взгляд. И сама путевая структура, дорогие друзья, многие сравнивают технологию Skyway с помощью применения обычного монорельса и так далее. Это абсолютно неправильное сравнение. И как раз-таки большей монорельсовой технологией является технология Skyway, потому что у нас действительно би-рельсовое полотно и рельс-струна – это предварительно напряженная, растянутая и закрепленная конструкция. То есть, могу привести пример. Многие конструкции у нас в мире предварительно напряженные, и кости человеческие к такому же виду конструкции относятся. И если, допустим, у нас проходят цунами, ураганты и так далее, и автомобильную пестакаду, дорогу смывает, дома разрушает, но, соответственно, пальмы остаются нетронутыми. И как раз-таки это один из моментов принципа и основ технологии Skyway. То есть, если показать визуально, дорогие друзья, я всегда привожу пример с каким-то проводом, шнурком и так далее. Если я натяну шнурок и, соответственно, положу на него мобильный телефон, вот два параллельно натянутых шнурка, то мобильный телефон и даже сумку, если понадобится, эта вся конструкция выдержит. Если я чуть-чуть ослаблю, то все рухнет. И именно предварительно напряженный рельс способен выдержать колоссальные нагрузки. И очень примечательно, дорогие друзья, что также, я могу сказать, промежуточные опоры, они не несут на себе никакой нагрузки. Основную нагрузку принимают на себя анкерные, основные опоры, на которых и закрепляется вся эта конструкция специальными механизмами крепления и анкерения. И, соответственно, вот это действительно ноу-хау, дорогие друзья. Это применяется в струнном транспорте. И на сегодняшний день никто в мире этого не может повторить и этого не применяет. У нас было значительно много, дорогие друзья, конкуренты. Это SkyTrend. Это различные технологии канадского, израильского происхождения, такие как Metrino, такие как SkyWeb. И даже вот несмотря на то, что они использовали название Sky, я могу сказать, что только небесная дорога, только проект SkyWay умудряется не просто развиваться с помощью такого нетрадиционного вида развития венчурного проекта, как краудинвестинг, народное финансирование. Причем знали бы вы, как это все развивалось в 2014 году, когда личные кабинеты очень, так скажем, нестабильно и криво работали, когда многие функции были не налажены. И те люди, в том числе и я, кто желали инвестировать и приобретать обязательства, которые в будущем станут обязательно очень серьезными активами именно международного значения на уровне серьезных корпораций, какими сегодня являются Apple, Google, Alibaba. И обязательно мы выйдем и на биржи, и также будем заниматься созданием своей внутренней биржи. И, дорогие друзья, собственно, в 2014 году я переводил чуть больше тысячи своих первых долларов просто на карточку незнакомому человеку, потому что хотелось участвовать в числе первых 50 людей, дабл риск, но есть ли риск, дорогие друзья, на стадии строительства, именно на котлованной стадии, допустим, создания дома, когда построится дом, это будет красивое здание, абсолютно безрисковое, в которое можно заехать, сделать ремонт и жить. Но на стадии котлована еще ни о каком доме не может идти быть речи. И многие начали присоединяться как раз-таки на стадии даже отсутствия научно-производственного конструкторского предприятия, дорогие друзья, потому что научно-производственное конструкторское предприятие, ЗАО, струнные технологии, которое состоит на сегодняшний день из множества КБ, и сотрудников насчитывает более 180 человек. И, собственно, этим количеством людей создается технология, которая обычно делается персоналом в 1000 человек и более. Но, дорогие друзья, все, что я сейчас говорю, все, что я сейчас рассказываю, я могу приводить различные аргументы, различные доводы, но это бы не имело никакого значения, дорогие друзья, если бы не шло строительство. Самое главное то, что на сегодняшний день мы с вами достигли тех результатов, которые мы имеем, и это именно строительство. Я обязательно вам сброшу, дорогие друзья, презентацию, которую я регулярно обновляю. И сейчас мы готовимся непосредственно к монтажу путевой структуры. И если кто-то не верит, что мы будем действительно монтировать путевую структуру, да, дорогие друзья, это произойдет. И это произойдет буквально совсем-совсем скоро. И у многих сомнений возникает в чатах, я читаю. Но, собственно, я думаю, что при монтаже путевой структуры, когда действительно уже струнный рельс будет натянут и установлен, у многих сомнения просто испарятся, и начнется еще более серьезный поток инвестиций, несмотря на то, что сейчас он уже позволяет действительно осуществлять производственное планирование и заниматься различными подготовительными работами в проекте Австралии и так далее. И вот посмотрите, 29 июня 2015 года была получена государственная регистрация договора аренды земельного участка. И с 29 июня переместимся, например, дорогие друзья, на 22 июня. То есть чуть менее, чем через год. Вот мы видим уже строительство. То есть это уже вторые анкерные опоры. Если говорить про первую анкерную опору, посмотрите. Также было начато параллельное строительство легкой прогулочной трассы. Также даже начали рыться котлованы. И скоро будут также устанавливаться промежуточные и анкерные опоры грузовой трассы. И это все, дорогие друзья, для того, чтобы успеть в срок и для того, чтобы продемонстрировать, помимо демонстрации, которая уже точно состоится осенью 2016 года, в 2017 году продемонстрировать высокоскоростной транспорт, факт которого именно в демонстрации был продекларирован в этапах развития. 15 этапов развития на сегодняшний день мы находимся больше, чем на седьмом. Почему больше? Потому что седьмой этап уже начался. И если говорить про технические риски, я могу сказать, что их просто-напросто нет. Даже технологические отверстия предусматриваются в анкерных опорах для минимизации усилий, которые происходят на всю эту конструкцию при перемещении высокоскоростного состава, для минимизации эффекта аэродинамического удара и так далее и тому подобное. То есть в действительности я могу сказать, что даже пол, дорогие друзья, в подвижном составе Skyway в нашем высокоскоростном рейсовом автомобиле будет инновационный. Каким он будет, собственно, я не знаю, знает только Сергей Анатольевич и Анатолий Эдуардович Юницкий, но я думаю, что мы очень с вами удивимся и порадуемся. Как минимум удивимся, дорогие друзья. И, собственно, вот вы видите процесс строительства. Это самый главный результат. Это даже больше результат, чем успешно пройденные аудиты, чем привлечение уже в количестве одного человека больше 300 тысяч долларов, заключение договоров и меморандумов о сотрудничестве с различными странами, с техническими университетами, с администрациями и так далее. Недавно Виктор Бабурин ездил в Танзанию и, собственно, оттуда были также получены достаточно хорошие вести. Сейчас этот проект, эта страна прорабатывается, и там ни один, ни два, а достаточный потенциал проектов. И все это, дорогие друзья, будет капитализировать нашу технологию и является ответом на самый главный вопрос, а когда будут дивиденды, а когда, собственно, можно будет отбить свои инвестиции, и, собственно, что нас ждет в ближайшие пять лет. Я могу сказать, дорогие друзья, что на самом деле то, что сейчас происходит, это действительно нонсенс, это нонсенс развития корпораций и то, что на народные деньги ведется стройка подобного масштаба, это войдет в историю, дорогие друзья. И такие сподвижники, как компания Auricon, то есть это та компания, которая сейчас официально заявлена проектной организацией по строительству адресного проекта в Австралии между двумя кампусами университета Флиндерс, и уже прорабатываются также месторождения, дорогие друзья. Это действительно возможность сегодня вам войти уже не на стадии котлована, если сравнивать со строительством дома, но возвелся фундамент, уже начали возводиться первые этажи, и, собственно, вот это очень высокое, и самое главное, стабильное, устойчивое, стремящееся ввысь к светлому будущему зданию в виде нашего проекта, естественно, это метафора, аллегория, добьется своего успеха, и сегодня у вас есть шанс обеспечить не просто свое будущее, но и будущее своих детей, и я не побоюсь слова даже внуков. Тот, кто проявляет на сегодняшний день просто интерес, дорогие друзья, к проекту, может получить минимальный пакет обязательств из выделенного опциона для людей, которые на начальной стадии, либо на средней стадии, как сейчас, до закрытия возможности финансирования корневой компании, собственно, будет иметь возможность получить этот минимальный пакет. И у многих возникает вопрос, почему корневая компания, это что мы там куда-то корнями врастаем. Нет, дорогие друзья, это самая главная компания, которая будет реализовывать все адресные проекты по всему миру. Это примерно как быть действительно совладельцем той самой компании, которая бы владела всем интернетом в мире, и каждый кабель, который будет протянут в каждый дом, собственно, вы от этого бы смогли получать копеечку. Естественно, на сегодняшний день это с интернетом, если сравнивать, невозможно, но с Транснет, сетью будущей за интернет, с составной частью в виде интернета, также, так как в путевой структуре будет оптоволокно, силовые кабели и, собственно, различные типы и виды мобильных радиосигналов. Собственно, Транснет, сеть будущего, транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная, социальная и даже финансовая, немножко вот обегая вперед, я хотел бы сказать, это действительно великолепная причина рассказывать о проекте Skyway всем окружающим людям, потому что будущее настанет намного быстрее, чем вы думаете, и на расширенном технико-экономическом вебинаре я и Сергей Анатольевич, мы с удовольствием вам покажем, что происходит в настоящем и каким образом технология Skyway, на наш взгляд, именно как по мнению футурологов, так скажем, проецируется на самое ближайшее будущее, и человек будущего через... Добрый день, друзья! Я что-то тут тоже воюю сейчас и с интернетом, и с перископом, у меня сегодня что-то тоже ничего не работает, вот. Да, тут вопрос действительно у меня тоже и на прошлой неделе был, и на этой неделе идет наложение звука, вот. Но я, друзья, тоже сейчас вот пока Алексей слушал, там потом вышел, перезашел через Яндексовский браузер, вот, и вроде, правда, он масштабы там все поменял, но, в общем, вот сейчас стал работать нормально. А так это, конечно, какая-то проблема сейчас у нас идет с комнатой. Вот, ну, друзья, опять же, вся техника, она дает избой рано или поздно, поэтому это ничего страшного. Сейчас, секундочку. Я параллельно запускаюсь в перископе, вот, потому что тоже не успел, не то, что не успел, а одновременно с запуском, вот, у меня завис весь интернет. Вот, но это, друзья, игра. Опять же, давайте к этому относиться абсолютно и спокойно, и, собственно, потому что это техника. Техника вся рано или поздно дает сбои, техника вся подвержена системным рискам, вот. И задача как раз конструкторов, задача именно системных разработчиков в том, чтобы эти все риски, технические кладки сводить к минимуму. И с точки зрения технических решений, я могу сказать, что проект Skyway, он не имеет в себе аналогов, они имеют равных из всех систем, которые сегодня существуют. И сегодня, в общем, момент, опять же, чуть-чуть забегая вперед, это уже и для тех, кто уже в проекте, и для тех, кто только подключается. Слово «новичок» мы теперь ушли, будем называть только тот, кто входит в проект Skyway, вот, а наши вебинары теперь в 12 часов будут называться, не вебинары для новичков, а азбуков Skyway, то есть введение в терминологию и в понятие именно Skyway. А здесь, друзья, сейчас уже, когда мы с Алексеем являемся сейчас учредителями и одними из создателей Международной ассоциации практикующей футурологии, это новое такое направление, вообще в науке новое направление, в описании будущего. Потому что никто никогда не сводил слово «будущее» и «практикующий». Вот, а мы сейчас, участвуя в процессе и работая, компания, которая уже сегодня создает, и то, чем будут все пользоваться завтра, поэтому мы смело так для себя ввели понятие «практикующая футурология», вот, создали Международную ассоциацию, и теперь уже, это некая разновидность сейчас технико-экономической, инженерно-экономической школы, которую создал Юницкий, вот, мы сейчас, используя возможности технологий и понимая возможности этих технологий, описываем то, что нас ожидает там в ближайшей перспективе и в перспективе, которая будет происходить там через 3, 5, 10, 15, 20 лет. Это сравнимо с тем, что для тех, кто только включается в проект, что вы бы сейчас слушали, вот перед вами бы выступал сейчас не Алексей Суходоев, допустим, как все это, а выступал бы, ну, сегодня уже более известный парень, а в 92-м году, когда я первый раз его с ним познакомился, увидел, это никому неизвестный был программист, парень, звали его Сергей Брин, вот, сегодня это один из владельцев и создателей Гугла, вот, и точно так же он в свое время мне рассказывал об определенных вещах, как будет взаимодействовать человек и компьютер, как будет передаваться информация, и я могу сказать, что в 92-м году для меня это звучало просто на уровне фантастики, я думал, что этого никогда не будет, что это какие-то заоблачные там решения, но, друзья, там буквально через 5 лет я уже услышал, что такое Гугл, через 10 лет я реально уже увидел, как он развивается, работает. Сегодня это ведущий бренд мира, это ведущая корпорация и по капитализации, и по перспективам, и они настолько набирают обороты от команды Сергея, что дальше уже понятно, что это будет мировой именно экономический гигант, так же, как в свое время Джобс, Стив Джобс создал Эйпл, запустил процесс сначала по производству программного обеспечения, потом компьютеров, потом гаджетов, он ввел вот это как раз новое понятие гаджет и смартфон, то есть айфон, который он назвал и дал новое качество именно интернета людям, и сегодня уже по оценкам McKinsey, вот Алексей, мы во второй части будем говорить, сегодня уже более 20 миллиардов устройств подключены к интернету теми или иными способами, и за ближайшие, думайте цифру, друзья, за ближайшие 8, даже меньше 6 лет, то есть до 2020 года, около 50 миллиардов устройств будет работать в системе интернета, то есть насколько это рынок, и этот рынок сегодня оценивается от 14, друзья, до 37 триллионов долларов, то есть это половина всей мировой сегодняшней экономики, чтобы было понятно, вот, и это то, что сегодня двигается, то, что сегодня развивается, и когда мы говорим, что мы стоим в основе технологического уклада, это тоже экономический анализ, который идет также из русской, российской школы, основатель которой является Николай Кондратьев, потом академик Абалкин в советское время, потом Сергей Юрьевич Глазев, который развил это направление именно технологических укладов, мы сегодня продолжаем и дальше ведем это направление, но у нас, друзья, своя технологическая платформа, если Глазев за основу 6-го технологического уклада берет нано, био и нанофотонику, нанотехнологии, биоинженерию и нанофотонику, то, что развивается уже сегодня, ну, скажем так, разными центрами научными в России и за рубежом, то у нас своя инженерная основа, у нас своя технологическая основа, все это лежит в основе струнных технологий, и это преднапряженная именно с точки зрения сопромата конструкция, которая именно вводит новое качество металлических и железобетонных эстакан. Соответственно, это все лежит в основе концепции струнного транспорта, лежит в основе трансмета, и мы сегодня, исходя из этого, строим уже футуологический прогноз, то есть показывая, как будет развиваться технология завтра-послезавтра. Это точно так же, как вот я много привожу примеров, что когда в 90-м году уже те, кто знали, и те, кто владели уже именно навыками и знаниями о том, как будет развиваться информационная технология, мы показывали перспективы их применения. И это для нас сегодня удивительно, как мы через интернет и через смартфон можем купить любой билет в течение трех минут из любой точки в любую точку мира, забронировать гостиницу, сделать денежный перевод, купить любой товар, не знаю, получить любую информацию, которая у нас сегодня нужна, а новые версии, которые сейчас идут уже и в Скайпе, и в Гугле, в Яндексе, то есть это уже голосовое управление своим помощником, оно открывает просто неисчерпаемые возможности сегодня уже по оптимизации работы. И это уже никого не удивляет, вот мне много сбрасывают информации, то есть я уже смотрю, CD-карточки в телефоны уже, которые идут, которые уже представила так, меня Алексей сбрасывал вчера, я уже, Алексей, ты мне сбрасывал вчера на 2 терабайта CD-карточка для смартфона, разработала, по-моему, Sony, да? Вот, у меня просто такой объем информации идет, но сам факт, друзья, уже 2 терабайта в мобильный телефон, уже карточки готовы к выпуску, и они уже в этом году выйдут на рынок. Вы вдумайтесь, друзья, 2 терабайта, я эти цифры еще там 2 года назад даже представить не мог, вот, когда мы пользовались там мегабайтами, и чуть-чуть стали появляться гигабайты информации, потом в наш век уже стал входить терабайты информации, и это тоже, друзья, очень необычно, и это самое, но когда уже в мобильный телефон, друзья, в мобильный телефон, который мы с вами носим в кармане, уже идет 2 терабайта карточка, то есть вы представляете, какой это объем информации, который сегодня идет? Опять же, по оценкам специалистов, что за ближайшие 6-7 лет на Земле количество информации увеличится там до 44 зетабайтов, чтобы было понятно, это почти в 10 миллионов раз больше, чем сегодня. То есть это настолько быстро идет и развитие, и темпы, и пользование информацией, которую мы сегодня с вами. И это, друзья, уже ни у кого не вызывает удивлений, ни у кого не вызывает сегодня о том, что смартфоны, которые сегодня начинают обладать уже такими свойствами, которыми еще 10 лет назад не мог обладать мощнейший компьютер, или какой-то ноутбук. Сегодня это свойство уже обычных смартфонов. И то, что сегодня становится уже реальностью, и у нас это не вызывает удивления, это, друзья, свойство естественному развитию, потому что мы находимся внутри этой среды. Мы не замечаем его развитие, мы просто видим, что каждый год появляются новые функции, каждый год появляются новые возможности у смартфонов, приложений. Нам каждый раз надо обновлять и планшеты, и ноутбуки, и смартфоны, потому что новое качество, которое дает уже программное обеспечение, его просто не тянет уже старые компьютеры, старые устройства. И это уже, друзья, естественный процесс. Вот точно так же мы хотим, чтобы вы при соприкосновении с Skyway, с соприкосновением с практикующей футурологией, вы понимали, что, друзья, вы сегодня общаетесь и работаете с людьми, и мы вас зовем сегодня в процесс, который создает также технологическое будущее, как в свое время это создавал Сергей Брин, Курцвелл, Марк Цукерберг, ну, это все герои вот этого IT-времени, пятого технологического углата, или как мы называем, хай-тек-времени, хай-тек-технологии. Сегодня начинается формироваться новое время, сегодня формируется новый технологический уклад. И как раз под этим стоит длительная, десятилетиями работа именно инженерной школы Юницкого, которая создала технологическую основу. Под этом есть целая теория, которая также почти столетия развивает и показывает классификацию о том, как раскладывается и как сегодня формируется цивилизационный этап развития. И наша сегодня, друзья, заслуга заключается только в том, это наша с вами общая заслуга, что мы находимся в нужное время, в нужном месте. И это очень тяжело, друзья, оценить, потому что представьте, в 90-м году, когда мы говорили, купи акции Google, или купи акции Apple, или купи акции Microsoft, когда люди даже не понимали, что это такое, не понимали логику работы интернета, не понимали взаимодействия вот этих устройств, когда не было понятно, как дальше это будет капитализироваться. Естественно, единицы только находили в себе понимание, единицы находили в себе именно риск, на который можно было пойти с финансовой точки зрения, вкладывались, входили в эти компании и получили сегодня, естественно, имеют серьезный результат. Точно так же сегодня, друзья, когда соприкасаясь с технологией Skyway, когда соприкасаясь именно с транснетом, не все могут оценить, потому что есть направление скоростных железных дорог, развивается авиация, постоянно что-то там придумывают, уже там до автопилотов, автомобильная промышленность. И поэтому сегодня оценить, что завтра будет транспортная отрасль абсолютно радикально отличаться от того, что есть сегодня, это очень простому человеку, который не находится внутри этого эмбрионного, опять же, это термин Николая Кондратьева, эмбрионного развития технологии, когда о ее развитии знают только узкий круг разработчиков и те, кто это финансирует и развивает. Так вот, эмбрионное состояние технологии Skyway, оно уже прошло, и сегодня мы стоим на пороге выхода ее уже в широкое обсуждение интеллектуальной элиты, то есть те, кто работает в этом направлении, потому что те, кто, друзья, не работает, для них сегодня, то есть все, кто слышит, вы вспомните реакцию на любую, когда вам говорят Skyway, что вы в ответ слушаете? А, это что, это монорельсы или магнитный подвес? То есть никто больше других слов не знает, потому что это у всех на слуху. Но сейчас еще Илон Маск нам немножко добавил такой терминологии, то есть мы стали Hyperloop, там гиперскорость, там еще что-то, стали обсуждать какие-то вещи. Но в основном, друзья, все зажаты вот этими стереотипами, и выйти за эти рамки люди сегодня не могут. Хотя, друзья, авиации, вы посмотрите вот на картинке, которая есть вот на слайдах сейчас, друзья, авиации чуть больше ста лет, чуть больше ста лет. Сегодня 16-й год, а братья Райт подняли 19 декабря 1903 года. Свой первый самолет. И за 100 лет она прошла гигантский путь от первой этажерки, на которую поднялись до сегодня современнейших лайнеров. И я вот буквально месяц назад первый раз увидел дремлайнер 787-й Боинг. Я могу сказать, друзья, он производит очень серьезное впечатление. И я прям... Это технический верх технического совершенства. Эти широкофюзеляжные аэробусы, вот так же, как и Аэбаз 380-й. И на сегодняшний момент это верх инженерной мысли. И когда с этим сталкиваешься, смотришь, делаешь... И тут, друзья, не могу не кинуть камень в огород наших, так сказать, авиастроителей, потому что после этого я пролетел на самолете Суперджет, который они там долго-долго делали, рекламировали, потом угробили на нем журналистов, так сказать, и сегодня пытаются, не зная, кому продать. Я могу сказать откровенно, так как я летаю очень много, каждую неделю и не по одному разу, то, друзья, когда я сел в этот самолет, ну просто, знаете, это ощущение, когда вы едете в хорошем машине, в Мерседесе, в хорошей... А потом вас пересаживают в вогу, вот, и задают вопрос, ну как вам наша машина? Она на вас произвела впечатление? Вот вы бы хотели рекомендовать еще бы кому-нибудь ездить вот в такой машине вечно? Или все-таки вы обратно в Мерседес? Вот я вам честно могу сказать, что у меня было такое же ощущение, когда я сел в наш самолет. Поэтому все, что вот руками, как бы они не пытаются сделать, при этом очень много было потрачено денег, амбиций и так далее, для того, чтобы сделать просто откровенно плохой самолет. И пускай меня кто-то в этом убеждает в обратном, вот, друзья, я просто как потребитель, когда в ящики не входит чемодан, то есть надо же было сделать у меня чемодан для ручной уклади, во всех самолетах мира он входит в ручную укладь, а в нашем суперджете он не входит в ручную укладь, понимаете? Поэтому, когда стюардесса стоит, когда самолету еще меньше месяца, они только вышли на линию, а стюардесса стоит, закрывается, и у нее замки не срабатывают, все крышки открываются для этой ручной уклади, понимаешь, это просто видно качество изготовления самолета. Ну, не говоря уже там, здесь три ряда, здесь два ряда, но, в общем, я могу сказать, что заявлений понтов было много, сделали, откровенно, так сказать, самолет, который просто в сравнении не идет ни с Боингом, ни с Аэрбасом. Хотя по цене, как я сейчас сегодня вижу, у него много, я бы сказал, совсем не ниже этих самолетов. Но, друзья, давайте просто невозможно это не прокомментировать, когда видишь такого рода. Так вот, друзья, это нас касается в таком плане, что мы 21 сентября показываем первые электромобили системы Юницкого, это Юнибусы, Юнибайки, это рельсовый электромобиль второго уровня, это новая сегодня концепция. Так вот, друзья, это передовый этап науки сегодня. И то, что мы покажем, это будет на пике, и это будут на сегодняшний момент лучшие машины в мире. И здесь я могу сказать, что без ложной скромности и абсолютно уверен, что в сентябре мировой автомобильный рынок оценит то, что сегодня сделается. Мы с вами на прошлой и позапрошлой неделе вели репортажи, я в Перископе показывал, как производятся Юнибусы, где все это происходит, как это сегодня формируется. И сегодня уже формируется своя большая производственная база именно по уже серийному выпуску Юнибайков и Юнибусу. И, соответственно, дальше мы с вами будем видеть развитие корпорации в целом. Поэтому сегодня, друзья, можно сказать, что сформирован ядро конструкторского бюро именно инженерного направления, которое формирует именно чертежи для изготовления. Сегодня есть опытное производство, которое сначала делает экспериментальные и мелкосерийные. Сегодня готовится крупносерийное производство, готовится экотехнопарк, в котором формируется сегодня уже путевая структура. В октябре старт экотехнопарка для того, чтобы уже начать испытания. А дальше мы постоянно с вами будем видеть, друзья, развитие технологии и, соответственно, выход ее на рынок. Поэтому наша с вами задача и нас, как команда, те, кто сегодня финансирует разработку и создает краудинвестинговую инвестопроводящую систему, это доводить информацию, привлекать людей, показывать информацию для того, чтобы ее было достаточно, чтобы люди принимали решения. Я думаю, что для этого поставлено все. У нас идет огромное количество конференций. Недавно мы отметили юбилей полтысячи конференций, которые мы провели буквально за полгода. Соответственно, у нас, друзья, почти под 200 вебинаров в месяц идет на различных языках, в различных направлениях. Поэтому у нас идет большое количество репортажей, которые мы снимаем и размещаем на наших ресурсах. Поэтому недостатка в информации про SkyWay сегодня нет. Тем более отлажена система юридической защиты, финансового обеспечения. Поэтому, друзья, подключайтесь, делайте, смотрите. У вас есть уникальная возможность сегодня участвовать в такого рода проекте, который, на наш взгляд, является самым перспективным в финансовом плане. Поэтому для тех, кто традиционно этой информации достаточно, и вы нас покидаете, я скажу, что, друзья, с вами мы прощаемся, встретимся мы только уже, когда будем с вами ехать либо в одном юнибайке на одну трассе, потому что с этим столкнутся все. А для всех, а для остальных, кто принял решение двигаться дальше в проект, мы с вами традиционно делаем небольшой перерыв, 5-7 минут, где у нас идут последние репортажи. И дальше мы продолжим наш технико-экономический вебинар, ведут который, но мы добавили через запятую, друзья, еще, как вы заметили, с Алексеем одну свою должность, потому что я являюсь президентом Международной ассоциации практикующей по футурологии. Алексей Суходов является вице-президентом. Это новое такое же направление, поэтому, помимо того, что мы являемся активными членами команды Skyway, Skyway Capital, команды инженера Юницкого, при этом мы еще выделили одно направление, связанное с футурологией. Естественно, что в основу лежит только инженерная школа Юницкого, в основу лежит только то, что сегодня создает конструкторское бюро, но это, друзья, то, что позволит большинству визуализировать и понять, что такое Skyway и Transnet. Ну все, друзья, на этом у нас с вами небольшой перерыв. До встречи через 3-5 минут.